мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа патриот это обращение опубликовала в прошлой пятницу рия фан одно из пригожинских сми в кадре евгений зубарев генеральный директор агентства в субботу создание чвк вагнер-центра сняли вывеску а чуть раньше в четверг забыл рассказала что знаменитая фабрика троллей ищет нового владельца у них был случайный трафик из обменных сетей никаких там не было эксклюзивов в связи им там считалось позвонить нищенко и спросить надо рекастрировать навального читалось вот что ты задал комментарий эксклюзив единственное было ценного это когда их военкоры были в сирии там можно было что-то понимать пусть это немножко цензурировалось понятно но там было довольно интересно евгений пригожин появился в информационном пространстве больше десяти лет назад и хотя сам тогда еще путинский повар был почти невидим его влияние на рунет быстро росло первые площадки будущего медиахолдинга появились еще в 2009 году тогда первые 20 комментаторов разместились в поселке северная версаль на одном из свеже построенных домов именно тогда евгений пригожин завершал работу над комплексом где работали блогеры первые комментаторы выходили в сми работая против оппозиционеров алексей навального и остальных представителей оппозиции которые всерьез пытались разрушить нашу с вами страну зубарев говорит об этом прямо в фабрике тролли появились именно благодаря блогу алексея навального тогда еще в живом журнале идея тролли была проста наводнить комментариями опасные посты и создать иллюзию массовой поддержки власти и изначально даже когда структура создавалась было несколько отделов направлений были люди которые создавали темы и обсуждения были комментаторы был отдел креатива которые значит пытались придумывать некие истории и смыслы норма 150 300 комментариев в день а месячная зарплата такого комментатора от 500 до 1000 долларов самая громкая история с фабрикой тролли произошла в 16 году во время предвыборной гонки в сша накануне выборов фейсбук заблокировал 85 страниц а инстаграм 30 все они освещали проблемы американского общества и были связаны с пригожиным главная задача была поднять какие-то напряжения американском обществе поэтому они убрали болевые точки даже митинги организовывали онлайн платя активистам которые не знали кто за ними стоит вот про трамповские не только по трампу но стало о них известно уже после выборов когда стал американские медиа писать география целей пригожинских троллей была максимально широкой изначально были опять самые разные проекты направлены соединенные штаты европейские страны и на арабские страна конечно же мощная история с 2017 года папа папа по африке включая судан сар ливио молить что значит что еще мадагаскар безусловно и так далее так далее так далее нет и иностранные отделы был создан практически со временем основания со временем сотрудники пригожина начали выходить в оффлайн они преследовали навального и дежурили рядом с офисом фбк в девятнадцатом году пригожин отправил несколько молодых людей которые ходили за нами с камерами регулярно поначалу это был только компания давление на любу потому что соболь тогда многого пускала расследование критиковала пригожина за его коррупционные связи за отравление детей московских школах и детских садах и вот поначалу ходили за ней потом это перекинулась еще на часть сотрудников они просто ходили за нами повсюду мы идем на обед они идут за нами идешь к метро они за тобой бесконечные молодые люди с камерами ходят тебя снимают каждый твой шаг потом часть этого все опубликовалось в реафан и в прочих пригожинских помойках но в основном как мы понимаем это был такой трюк давления психологического потому что ты постоянно под присмотром с тобой ходят куда бы ты ни пошел они всегда рядом и друг страна работа уже два мелких малолетних жулика за мной идут от дома жулик номер один жулик номер два просто стоите несколько приметили но несколько стоять это хороший вопрос ответ нет это вы за нами следите вскоре после выхода репортажа девушка в кадре подала в суд на двух сотрудников фабака ну в случае с нами пригожин всегда использовал все эти свои инструменты в виде травли в интернете и перекидывающихся провокации в оффлайне для того чтобы дискредитировать расследование против себя мы рассказываем про то что он получает миллиарды от минобороны картели монополия и так далее он говорит а я встречался с навальным вот смотрите фотография и там фотографии где он заходит в тот же в ту же гостиницу где были мы несколько часами ранее и говорит ну вот навальный мне предлагал там какие-то сотрудничество а взамен бы меня не критикал то есть его цель дискредитировать расследование которое в отношении него входили он потом же это делал трюк опять-таки с любовью соболь когда подослал к нам человека которая из целого ряда из ста настоящих фотографий одна была настоящая которую она передала и потом на этом фоне он дискредитировал пытался дискредитировать все расследование в девятнадцатом году андрей захаров побывал в офисе фабрики троллей сотрудники охотно делились результатами своей работы мы просто доносим позицию с другой стороны во всех либеральных антироссийских сми понимаете просто это все делается для читателя чтобы читатель смог проблему посмотреть с другой точки зрения несмотря на невысокие зарплаты устроиться работать на фабрику троллей не так просто как отмечает центр досье все потенциальные сотрудники проходят двухчасовой опрос на полиграфе спрашивают про отношения к знакомых в сми и правоохранительных органах сейчас вот они работают на таком непростому на информационном фронте я считаю это успешный проект и даже улика которая заходит на ну скажем так какие-то оппозиционные сайты где в общем нас не любят да мы видим позитивные комментарии зачастую за последние 10 лет пригожин основательно захватил медиа пространство сервис блокировщик ботов отслеживает и помечает комментарии которые пишут ненастоящие пользователи их действительно много это видно даже без работы сервиса например зимой боты развернули компанию с требованием снарядов вагнеру их можно было увидеть практически под любым видео с упоминанием войны но уже в мае пригожинские тролли начали борьбу со своим собственным создателем издание агентства посчитала что с начала мая этого года около 13 тысяч бывших пригожинских ботов сети вконтакте начали критиковать пригожину а 24 июня большинство сотрудников фабрики тролля просто не вышло на работу в тот же день в лахте 2 произошел обыск сейчас похоже что пригожинская медиа империя прекратит свое существование личному составу сетей шарбраги объявлено что они абсолютно свободны с ним попрощались все что если мы еще можем ведь да некоторые структуры значит потратили как кого-то там ищут нанимают переманивают переводят но это не важно потому что это уже на самом деле структур не и